В самом начале своего жизненного пути псу Ридику пришлось столкнуться с человеческим предательством, да еще в очень жестокой форме. Около шести лет назад его выбросили хозяева из машины, которая неслась по трассе. Таким образом они хотели раз и навсегда избавиться от нежелательного питомца. Но Ридику повезло выжить. Его покалеченного, истекающего кровью, нашли на обочине проезжающие мимо люди. Они не поленились привезти изувеченное животное в ближайший приют. Пес был в настолько тяжелом состоянии, что для проведения нескольких операций и выбора дальнейшего лечения подключили много специалистов. Ридику и здесь улыбнулась удача. Его смогли поставить на лапы. Осталось только вылечить его душу и научиться снова доверять людям. Когда песик полностью восстановился, то ему стали подыскивать новых хозяев. Собачка приглянулась одной молодой семье, в которой совсем недавно родился малыш по имени Доусон. У супругов уже была одна питомица, четырехлапая подруга Камбрия. Так потихоньку сердце Ридика оттаивало, и он начал привыкать к людям. Больше всех пес полюбил маленького мальчика и стал ему сначала нянькой, а затем и лучшим другом. Даже когда малыш только начинал плакать, то первым к нему мчался именно Ридик, а только потом прибегала мама. Когда Доусон подрос, то он постоянно находился рядом с четырехлапым товарищем. Они спали в обнимку, играли и дурачились. Пес легко терпел все издевательства малыша. А один раз мальчик сильно заболел тяжелой формой гриппа. Он лежал в горячке и даже лекарства не справлялись с высокой температурой. Кроха постоянно плакал и не мог нормально спать. Родители не знали, как помочь своему сынишке. И вот в одну из предстоящих бессонных ночей, в комнате мальчика как-то резко стало тихо. Родители не на шутку испугались. Когда они приоткрыли дверь, то увидели, что малыш беззаботно спал рядом со своим лохматым другом. Мама потрогала лоб Крохи, он был не таким горячим, как раньше. Так впервые за несколько дней мальчик спокойно заснул. Ридик оказался замечательным лекарем, который смог каким-то чудом сбить мальчику температуру. Пока Доусон полностью не поправился, пес был постоянно рядом с ним. Вот так питомец смог отблагодарить своих новых хозяев, которые поверили в него и приняли в свою семью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!